должен я звонить администратор отключитесь кого который это мешал то тут да он опять позвонил зайдет сейчас подожди пропусти его скажи 10 минут тебе дается да вы знаете или поговорите здесь у меня говорите пусть пускай покажется только чтобы лицо было видно я так не разговариваю с тенью пусть сам на меня выйдет отдельно чтобы сделал его видным включите видео у меня часто видео нету да я вот но так вот но я вот очень много-много-много видел наблюдал так вот мы смотрю и изучает и снова я внимательно то есть так вот мне это интересно очень я не то что то есть это вот я как-то сказать это что я хочу что-то плохого то есть это наоборот это как прям и и Продолжение следует... 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 Потому что митрополит Филарет, который в начале 60-х годов стал иерархом зарубежной церкви, а скончался он в 85-м году, ввел свой корабль абсолютно точным курсом. Вместе со своим главным помощником, епископом Григорием Грабе, они написали три скобных послания против экуминизма, обращаясь ко всем мировым православным церквям и рассеяниям всем прочим, что московская патриархия не церковь свободная, а марионетка коммунистических властей. Приходы и миряне зарубежной церкви не сродни нашим, забитым, находящимся почти в военном послушании у наших архиереев. И вот поэтому мы знаем, что во всех политических играх, во всех политических предприятиях патриархия всегда гласно и радостно подпевает власти мужчин. И так свершилось то, о чем Синод Владыки Лавра столь лживо убеждал всех и вся, что ничуть не помышлял, рассчитывая на то, что у людей может не быть памяти, чтобы не было слишком легко ссылаться на прежние, бравые, бескомпромиссные заверения. Проще всего стереть весь предыдущий архив. Поэтому не лишне еще раз напомнить, с кем эти продажные архиереи общаются, кому лобызают руку, кого величают святейшим. За все время своей головокружительной карьеры, сложа руки товарища Дроздов, безусловно, не сидел и не знал, чем лучше угодить своим безбожным хозяевам, что я стоит из его биографии. Так не лишне напомнить, в частности, для отца Потапова, бывшего близким другом А.И. Солженицына, официальные слова Святейшего, писанные им 17 февраля 1974 года в качестве управляющего делами Московской Патриархии. Мера, примененная к Александру Солженицыну, президиуму Верховного Совета СССР, о лишении его гражданства СССР, является вполне правильной и даже гуманной, отвечает воле всего нашего народа. В такой обстановке неудивительно, что знаменитый секретный доглад Фурова, прочитанный в 1978 году перед ЦК КПСС, определял ему самое первое место в разряде тех, кто и на словах, и на деле подверждает не только лояльность и патриотичность к социалистическому обществу, строго соблюдая законы о культах, и в том же духе воспитывает приходское духовенство верующих, реально сознает, что наше государство не заинтересовано в возвышении роли религии и церкви в обществе, и, понимая это, не проявляет особенной активности в расширении влияния православия среди населения. Можно только представить себе, как надо было человеку выслужиться перед безбожниками, чтобы заслужить столь лесную характеристику. Если кто скажет, что он этим, по примеру Сергия Острогородского, спасал церковь в жуткое советское время, напомним, что в год тысячелетия Руси, когда Горбачевская гласность-перестройка уже не была на зените, Товарищ Дроздов удостоился почетной краме грамоты КГБ за особые заслуги. Вот перед кем капитулировал Нью-Йоркский Синод. Кому без боя он сдал церковь, ее имущество и, главное, ее души. В историю церкви войдет в день, когда весь христианский мир праздновал славное Вознесение Господне. Православным христианам дано было наблюдать великое падение. С церковного небосвода в бездну пала некогда славная звезда. Поэтому сегодняшнее сопротивление малого остатка зарубежной церкви является ничем иным, как священный долг памяти по отношению к нашим отцам, к нашему прошлому. Долг памяти во имя духовного будущего России. В том случае, если такое временное собрание допускает грубые ошибки, канонические нарушения, каковы, например, допускал Синод при митрополите Сергии, запрещая и перемещая архиереев, то каждый епископ волен самостоятельно принимать решение о своем неподчинении такому собранию. Так и поступили почти все почитаемые нашей церковью нам мученики и исповедники российские. Например, священно-мученик Иосиф Петроградский, отделившийся от Сергиевского Синода как раз после незаконного смещения своего с Петроградской кафедры. Подобные примеры знает и более ранняя церковная история. Так, в эпоху временного распада Византийской империи после захвата Константинополя крестоносцами в XIII веке в разных самоуправляющихся частях империи образовалось несколько малых соборов, которые стали временной высшей церковной властью для каждой из этих частей империи. При этом иерархи свободно переходили из одного малого собора в другой, не подвергаясь за это каноническим прещениям, поскольку единой признанной всеми частями империи высшей церковно-административной власти тогда не существовало. Я считаю вполне нормальным, чтобы в Украине отдельно существовали украинская и русская церкви. Покаяние – это изменение. Всегда все, кто жил за пределами Родины, считали, когда уйдет советская власть, сразу придет покаяние. Но, как мы знаем, этого не состоялось. И церковь, вместо того, чтобы признать то, что было, продолжает оправдывать советский период своей деятельности. Мол, все делалось правильно, они все патриоты, служили отчизне. Они так и говорят, верхушка нашей церкви. Мол, если мы увидим, что из этого ничего не выйдет, то мы выйдем из этого союза. Но это один из шагов, который нельзя вернуть. Выйти оттуда уже не удастся. Перед тем, как предпринять такой шаг, нужно было хорошо подумать. Иначе выхода уже не будет. Россия, как и Ватикан, осуществляет очень агрессивную политику. Если бы церкви взаимно признали друг друга, то имели бы общение евховистическое, но не вмешивались в дела друг друга. Просто нормальное человеческое существование. Если этого нет, никакие соглашения не помогут. Церковь проявляла, может быть, чрезмерную снисходительность к данному архиерею, Агафангелу Одесскому, сказал архиепископ Марк. Псалом 72, 8 стих. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. И вторая книга про Липоменон, 36 глава, 16 стих. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения. Иеремия, 20 глава, 7 стих. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Глаза открыть на то, что окружает и душу радует наличие своим, посевом по весне и щедрым урожаем, конечно, если видеть захотим. Всего в достатке, в чудном преизбытке внутри и вне и в космосе таежном неблагодарность делает несытым. Удовлетворить их сам Господь не сможет. В душе, познавшие верою Иисуса, особые мелодии и в горе прозвучат. Такой букашку заряшно не пропустит. На всем увидит Божию печать. В лесу и в поле, равное и на море, он слышит, чувствует присутствие Творца. С безбожником о том, не будет спорить, подобно дьяволу тот будет отрицать. Кощунственно, безбожно и неумно, нетрезво бредит, будто обезьяна. Не станем прыгать и играть на струнах, а позже на органе с фортепиано. Мудрец великий, дивный Соломон, о ветре думал, о его движении. И звездным кругом не был он пленен при всем своем великом положении. Писания пророков, откровения Божьи и самых главных могут умудрить. А мудрость на лицо печать свою наложит, и не другов исторнет удивление крик. Иметь, чтоб уши, зреть открытым огом, о том смиренно Бога попроси. Во всем и ты участник, а не сбоку. Будь осторожен, не лишись ресниц. Духовным зрением наделенный зарит и понимает Слово Божье жизнь. С ним свет во тьме, без утренней зари. Восстань, мертвец, и для Христа проснись. 21 мая 2007 года. Игнатий Лапкин. Книга «Открытым оком». Вопрос. 3453. 21 том. Тема церковь. «Некоторые из тех, кто не пошел на объединение с патриархией, уже ушли в греческую старостильную церковь. Не хотели бы вы с ними поближе познакомиться и войти к ним?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Познакомиться можно, а вот быть с ними заодно для нашей общины равносильно смерти. У греков вообще мало или нет совсем понятия о евангельской вере. Да при том же они раздробились на разные, всякие, особенно старостильные, нетерпимы против всех и вся. Они мнят себя богоизбранной кастой со своим выдуманным или богом, которого нарисовали и греческие монахи. Но библейский бог и близко не похож на их бога нелюбви. Мне приходилось начитывать на пленки жития святых, и резко бросается в глаза огромная разница между христианством на Западе и христианством на Востоке еще задолго до их разделения. Восток непрерывно потрясала борьба внутри себя, борьба за ереси, борьба против ереси. Почему Запад был почти свободен от этой борьбы, и за разрешением глобальных споров обращались не в Иерусалим, не в Константинополь, а совершенно напротив. Даже из этих городов сделали депеши о помощи в Рим. И не кто-то, а такие страдальцы, как Иоанн Златоуст. И так было целые века до 1054 года между Восточным пониманием и Западным. И даже каноны специально изобрели, чтобы не обращались за море к римскому первоиерарху. Карфагенский собор, правила 37 и 138. Причина же есть к тому, нетерпимость ко всякому проявлению свободы духа. Вот это и заглушило и убило монашество на Востоке, где и народилось мусульманство. В причине возникновения мусульманства виноваты не просто монахи, а именно греческие. Именно Византия, а не Рим. Если посмотреть в историю, то увидим, что же делали греческие монахи русским после крещения Руси. Митрополит Исидор, бывший на Флорентийском соборе, твердо держался в своей подписи, что признал главенство Папы в 1440 году. Великий князь Василий арестовал Исидора, его свергли и заключили. Но Исидор бежал из-под стражи сначала в Тверь, потом в Литву и в Рим. Князь Василий послал грамоту в Царьград, чтобы было дозволено избирать и поставлять собором восточных епископов митрополита на Руси. Но 16 февраля 1446 года великий князь Василий был захвачен Дмитрием Шемяковым и ослеплен 16 февраля 1444 года, прозван Василием Темным. Но Шемяков был позже свергнут и умер от яда. Основываясь на правилах соборах и на примерах бывших прежде собор пастыря в России 5 декабря 1448 года, впервые сам без греческих патриархов возвел в митрополиты Иону на престол в Киеве. В 1453 году Константинополь пал перед магометанами. Страдания от церкви греческой были невообразимы. Русским только тогда и было даровано право избирать самим и поставлять у себя первосвятителей. Без уведомления Константинополя совершенно самостоятельно. Итак, от первого митрополита Михаила Грека на Руси с 1998 года по 1448 год прошло 460 лет, прежде чем Русь с большим трудом сумела вырваться из тисков опеки греческих патриархов, которые никогда и никому не давали свободы. И сегодня снова шагнуть назад, через тысячелетия, обратно, чтобы подпасть под греков, только уж совсем малохвольный или неизлечимо тупой невежда может говорить о приходах греков, да еще и самых замшелых старостильников на территории Руси. Те, кто добровольно надевает греческая ярмония свободы, будут молчаливее болотных рыб. Они не только не будут благовествовать о Христе, но будут, как и их учителя, свирепо и люто гнать проповедников, будут биться за старый стиль, бессовестно попирать все, что имели здесь. Будут, отрицая благодать у всех, кроме своих кириков, которые, быть может, за свою хулу давным-давно безблагодатны и отвержены самим Богом. Они поставили на Руси своих 34 первосвятителей, и только 35-й ионов был возведен своими епископами. 22 из них позже были причислены к лику святых. 16-й митрополит, поставленный на первосвятительскую кафедру русскими епископами, считая Сионой, был 23 января 1589 года, посвящен первого патриарха на Руси. Как не просто это далось русским, Константинополь привык держать русскую церковь в подчинении себе. Алексий II, возведенный в патриархе 10 июня по настоящему стилю, в 1990 году стал 15-м патриархом. Но это было еще два местоплюстителя и время Синода 1721 по 1918 годы. Два патриарха были канонизированы. Греческие старостильники очень уж напоминают иудеев, которые во все окрестные народы донесли не веру в грядущего мессию, а в то, что они настолько святы, что им и на бытовом уровне запрещено знаться с самарянами. Евангелие Таана, 4 глава, 9 стих. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Евангелие Таана, 8, 48. За это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Одержимые бесами, имеющие отцом своим дьявола, именем самарянина поносили Христа, может быть и как новостильника от рождения которого вообще пошел новый стиль в летоисчислении. Старостильные греки безумно высокого мнения о своей замшелости. Они даже в мыслях не допускают, что самарянин может быть лучше их, хотя живет совершенно по другому календарю. Он оказался в рассказе Иисуса и добрее, и общительнее, и милосерднее. Можно только чуточку представить, какого унижения натерпелись русские люди за 460 лет. Как морщились князья, когда раз за разом, 34 раза приходилось по смерти первосвятителя снова слать гонцов и подарки в Грецию, чтобы за границу снова привезли им и поставила здешнего в митрополиты. Во времена же апостолов было все совершенно напротив. Вот апостол Павел поставил Титай епископом на острове Крити. И это уже совершенно отдельная автономия, готовая автокефальность. Евангелист Марк заходит в город Александрию, там обращается в христианство сапожник, и тут же ставит его в епископы, а сына его в пресвитеры и идет дальше. Тут уже целая патриархия Александрийская. Никаких мифическо-канонических территорий никто не видел и не знал. Весь мир открыт всем для благовестия. Запрет на благовестие под знаком мифической-канонической территориальной неприкосновенности есть психология собаки. Сама не ям, съем и другому не дам. Прописая, 56 глава, 10 стих, стражи их слепые, все невежды, все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Только через 460 томительных лет русская церковь смогла вывернуться из-под зависимости греческой церкви, ее жадности, властолюбия и канонической лжи. О чем говорили наши предки, церковные детели, когда вновь и вновь собирали депутации за монопольными владельцами благодати, которые стерегли его себя, пущий, чем кощей свою смерть. Сколько было разговоров, опасливых, унизительных. Все же понимали, что русская церковь большая по количеству, что русские более способны к развитию, не связанные пасторами земли. Люди, которые сегодня склоняются по домофору греков, да еще и старостильных, совсем уж мертвы в деле проповеди. Им ли это нужно? Или дьявол гонит во тьму веков, отбрасывая их на тысячу лет назад? Евангелие от Луки, 10 глава, 33 стих. Самаренин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, озаржалился. Пророк Исаия, 13 глава, 11 стих. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Льстецы, лицемеры и крохоборы к придворным поэтам себя причисляют, скуля подвывают дворцовые своры, ублюдки из блюда, довольны маслами. Увидевши Ирода в царской хламиде, подвизгивать, хлопать, выкрикивать стали, не человек ты, а бог и по виду. На той же опаре и вспенится Сталин. Как просто в епархию ты не войдешь, здесь заявления сходу не примут. В спонаге тут вождь или вожь, конечно, без внешнего черного грима. Льстецы, криминалы, попы и кадеты благословения ищут утробно, а если по сути, как много раздетых одежды же есть доброта или злоба. Яд спрыснут, взаимно погибельный был, и будет расплата, она не замедлит. Их черви при жизни сожрут на распыл, кто первый в фаворе, тот станет последним. Льстецов, прихлебателей, сомн комарильин, шикует при войнах, репрессиях страшных. Всех непокорных в гулаге морили при благоухании тюремной параши. Молчание первая к жизни ступенька, ее одолеет не каждый молчун. Не с нами кто прочь, и поставили к стенке. Такая кольчушка не всем по плечу. Жить не по лжи, отойти от плакатов, домашним и ближним о том толковать, а всем лицемерам досыта лакать бы, в ладошки похлопать и сонно клевать. На третьей и высшей ступени пророки их гневные речи, кто вкупе с расплатой не стерлись, не сгинули, сверим построчно для всех лицемеров в писание раскаты. 16 мая, 2007 год, Игнатий Лапкин. Книга «Открытым оком», том 22, вопрос 3359. Тема «Церковь». Слышал выражение «Уста Златоуста, уста Павловы, уста Павловы, уста Христовы». Что из этого следует? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Во-первых, это не библейское изучение, и потому весьма осторожно его нужно воспринимать. Если вторую часть еще можно как-то согласовать со священным писанием, то первую никак, кроме как сверяя со сказанным апостолом Павлом во всех его 14 посланиях и с тем, что говорил и делал по описанному в деяниях апостола всей муж. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Первое коринфянам, 11 глава, 1 стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Послание к филиппийцам, 3 глава, 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Если человек живет в Духе Святом, имеет близкие отношения с Богом, то вступает в силу обетования Иеговы». Книга Второзакония, 18, 18. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Прок Исайя, 51 глава, 16 стих. «И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя». Прок Иезекииль, 36 глава, 27 стих. «Вложу внутрь вас Дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». 1 Коринфянам, 7, 40. «Думаю, и я имею Духа Божия». А вот относительно того, что Иоанн Златоуст говорил, точно так же и о том же, что и апостол Павел, вот это уже никак нельзя утверждать. Златоуст много слов говорит в защиту монашества, их уединения, то есть восхваляет то, что совершенно противоречит словам и Христа, и апостола Павла. Так что Иоанн Златоуст далеко не апостол Павел, хотя он величайший проповедник в первые века христианства. А вывод из того изречения, какое вы привели, совсем даже не христианский делают. Следуя тому выражению, можно в два счета нарваться на слова Божии, угрожающие тому, кто поступает не по его словам. Точно так же ссылаются на каноны соборов или на правила Василия Великого и пытаются чуть ли не приравнять их к словам библейским. Тут даже и рассуждать не нужно, а просто рассмеяться и отойти от этих суесловов. В правилах много такого заложено, что никогда не выполнялось и не допускалось, чтобы кто-то боролся за точно их исполнение. Псалом 118 и 113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Прокисая 8 глава 20 стих. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». «Как не хватает ныне полотна нездешнего, незнаемого сорта». «Апостол Петр голодный был полдня, пока еду готовят с голоду пред горло, и полотно с небес, а в нем животных, крылатых птиц и гадов ядовитых, совсем-совсем для пищи непригодных, раздался голос. «Закали их!» Петр ужаснулся, может, рот зажал. «Да я же правоверный иудей, и не помыслил, чтобы взять кинжал, зарезать скверну, рассмешить людей». И вдруг глагол, какого не слыхал, повелевает тварь всю не считать нечистой. «Такое есть, да разве я нахал?» Глаза закрыл и зубы крепче стиснул. «Но повеленье раз за разом было трижды, бьет по презрительному отношению к людям. То полотно, как бы сегодня вижу, пошло презрение к иудеям, может быть, отсюда. Так закали же, взявши слово меч, не бойся осквернить себя их кровью. Ешь с послушанием, сытым можешь лечь. Не трепещи в обрядах, словно кролик. За расшифровкой надо бы напройти с посыльными туда, где ждет Корнилий. Путь благовестию никто не запретит. Отцов родивших дети там кормили. Попу иному или же монаху, на кровлю в голоде ни разу не возошедшим, Не хочется идти туда, где зверством пахнет. Идти к таким, я разве сумасшедший? Смотрю на крышу, голову задравши. Такая пустота там, просто жуть. Сидит отшельник с течевичной кашей. На полотне рогожки кривляется, как шут. 1 июня 2007 года. Игнатий Лапкин. Книга «Открытым оком», том 22, тема «Церковь», вопрос 3463. 3. Проводил ли кто исследования по канонам и правилам церковным, Чтобы видеть, что сходится с Библией, а что вовсе не из Писания? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 2. Думаю, что никто и никогда, потому что Библию спрятали и каноны не на слуху. Я сам провел исследования по словам и буквам в Библии, и это же самое попытался сделать и с канонами и правилами святых отцов, что вошли в книгу правил. По количеству букв книга правила меньше Нового Завета в 2,3 раза. И вот что получается. В Новом Завете нет ни одного проклятия кому бы то ни было от христиан. Слова «проклятие», «проклинать» встречается в Новом Завете 13 раз. «Но наши уста не должны оскверняться этим». Послание Иакова, 3 глава, 10 стих. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». И послание к римлянам, 12 глава, 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Хотя, конечно же, были и будут те, кто проклят, творит дела достойные того, чтобы этих людей все проклинали, как убийц и насильников, как злых грабителей и правителей. Послание к евреям, 6 глава, 8 стих. «Производящая терния и волосцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». И второе послание Петра, 2 глава, 14 стих. «Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия». Так как мы уже освобождены от клятвы закона и сделали сынами благословения, то и характер у нас должен быть подобен тем, кто будет жить со Христом, где нет проклятых. Книга Откровения, 22 глава, 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». В книге же правил 47 клятв, то есть проклятий. Сравнивать даже не с чем. С нулем можно сравнить и бесконечность, и все равно не выцедить в свою пользу ни процентов. Слово «анафема» в Новом Завете употребляется всего 4 раза. Констатация факта признания Иисуса Господом сущего. Фраза, которая закроет уста хулы на всех, кто признает в Иисусе Спасителя, единого во Святой Троице, как православно мыслили всегда. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И на тех, кто не любит Христа и Его учения, кто искажает евангельскую весть». Первое послание к Коринфянам, 16, 22. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Послание к Галатам, 1 глава, 8, 9 стих. «Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. «Сравни это с 23 анафемами в книге правил и скажешь, что накладывавшие эти анафемы не держали в руках Слово Божие. «Только и воскликнешься Христом». Лука 9, 55. «Не знаете, какого вы духа». Слово «отлучать» в Новом Завете только в том смысле, что никто и никогда от Христа не отлучит. Послание к Римлянам, 8, 35. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» И 68 раз грозят отлучением непокорным церковным правилам в книге правил. Слово «благовестие» в Новом Завете 100 раз, а в книге правил 4 раза, и при том не «благовестие» зовут, а просто по тексту слова. Притом не «наблаговестие» зовут, а просто по тексту слова. В Новом Завете слово «проповедовать» 112 раз, в книге «правил» 18 раз. Монастырь в Новом Завете не разу, а в книге «правил» 129 раз. В книге «правил» находятся апостольские правила 85 правил, 7 вселенских соборов 190 правил, 9 поместных соборов 333 правила, и 11 святых отцов 172 правила, из которых одному весилию великому принадлежит 92 правила. И о чем же эти правила у Василия Великого? Речь о монашестве и о церковных прещениях, карах, занимает большую часть его обширных правил. Среди святых отцов Василий Великий своего рода, как апостол Павел в Новом Завете. Только апостол все посвятил проповеди о Василии, основанию монастырей и обузданию нечестивой паствы, убийц, прелюбодеев, абортниц, эритиков, раскольников, изменников. Правила Василия и послания Павла разнятся, как нора глубоко под землей и небо синее. Если бы Василий Великий был пророк и благовестник, а не был бы подобен фиксирующему церковные нарушения преступления, то он бы увидел, что будет с его пустыней, с его монастырями. Если бы уже тогда Бог Его показал ему, что это все за то, что он не организовывал курсы по изучению Библии, курсы по подготовке благовестников, за то, что образовывал монастыри и тем заблокировал тысячи лучших бойцов Христовых, он бы умер от страха, не дожив до своих 48 лет. А отступники, еретики, раскольники и самочинники все хватаются за правила Первого Василия Великого. А оно-то как раз их и зажимает. Посему, хотя Великий Дионисий и не применит всего, но нам не должно соблюдать подражания неправильному, ибо нелепость сама собою явна, явно и ясна для всех имеющих хотя несколько рассуждения. Я занимался исследованием правил три года, переводил их на русский язык, составлял на них симфонию, находил все погрешности против правил. Хотя правил ныне в книге правил 695, но при патриархии Иосифе их было, считая с юстинианами, 986 правил. Позже было издано без них 719 правил. Из них ныне повсеместно, явно умышленно, с совершенным пренебрежением правилами нарушается в каждой церкви 413 правил, то есть 57% от общего числа. Как-то отец Кирилл Сахаров чуть ли не упрекнул меня, что у меня нет целостности, а какая-то раздвоенность. Он это точно подметил по своему разумению. При таком моем понимании исключительной важности и приоритета Писания, во всем и над всем и критике предания правил церковных я бы должен был вообще забыть про книгу правил, но тут как раз все наоборот. Я стою за исполнение всех правил, доколе они не отменены. Конечно, если только они не противоречат Священному Писанию. Пророк Исаия, 28 глава, 13 стих. «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут на взничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Как хорошо, что есть у нас душа, отдельная субстанция, и в ней вся суть. А чем закончим, душеньки решать, благоволит Господь в Адамов труп вдохнуть. «Я человек, не зверь, не таракан и не бездушный горе-адвентист, отвергший душу, он на том пропал. И на слова мои, сектант, не злись, душа собою оживляет тело. Такое теплое, приятное и ныне, а без души, хотя и будет в целом, опять в прах превратится, станет глиной. С душевным человеком поговорить не грех, душа через глаза лучится добротой. Бывает, мечет молнией, попаляет всех, но чего столь разные, поговорим про то. «Душа бессмертная есть бестелесный дух, ей жить назначено в определенном теле, над телом вырастет крапива и лопух. Душа не уничтожится, но остается целой. Очаг домашний женщинам хранить, а за добычей пусть гоняются мужчины. Душа бесполая, поставим то на вид, она внутри, а тело лишь личинка, обычная в привычном по оболочке судим. А это гроб, украшенный хорячий. Под внешностью апостольской Иуда душа в конвульсиях в нем на исходе плачет. Христос за душу умер, тело же попутно в последний день воскресни соединяясь с душой. Архангельской трубой последнюю разбудит. Вот это будет для атеистов шок. Душа вознится в каждой колеснице, а вот же Дух Святой натягивает пусть, чтобы было где по смерти прислониться. Нас всех к себе зовет Господь Иисус. 8 июня 2007 года Игнатий Лавкин. Благодарю за внимание. Так, 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 так. Теперь кто там хотел, заходи, ты сейчас ему дай знак, а сам отключись, чтобы он на меня вышел. Чтобы он на меня вышел. Так, Ким, вы знаете... Скажи, нет, скажи. Как у вас, как у меня нет? Нет у него видеокамеры? Ну как жалко-то, ну пускай приготовит, у меня правило. Пусть зайдет, я ему скину, на меня выйдет. Я правило скину ему, он потом сделает все и зайдет. На одну-две минуты, пусть зайдет. У вас есть скайп, Игнатий Тихонович, Лавкина? Я не знаю, кого. Он на меня-то пусть бряхнет, по скайпу-то. Даже без глазка. Я скину все данные. Ну и потом приготовит глазок-то, и тогда победит. Беседуем. А сейчас мы связь установим. Ну все, отошел я. Давай, пускай заходит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok